Здравствуйте! Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками милым снимком, на котором запечатлена ее 25-летняя дочь. На своей странице в соцсетях телеведущая опубликовала архивный кадр с Варварой. На фото мама и дочка весело улыбаются, позируя перед камерой щека к щеке. В браке Светланы с режиссером Федором Бондарчуком появились двое детей – сын Сергей и дочь Варвара. Если о жизни первенца звездных родителей известно многое, то об их дочери практически ничего. Врачи поставили Варваре диагноз ДЦП. Поэтому режиссер и его экс-супруга решили защитить дочь от любопытства публики. Они не показывают Варвару и редко говорят о ней. Лишь изредка Светлана делится подробностями о жизни дочери. В прошлом году модель рассказала, как себя чувствует Варвара, в интервью Натальи Подольской. По словам телеведущей, их с Федором дочь счастлива и ни в чем не нуждается. Варвара Бондарчук – прекрасная девочка. Она особенный ребенок, который родился с ДЦП. Но она живет своей совершенно удивительной, я бы даже сказала, хорошей жизнью. У нее есть все, что нужно. Люди, которые ее любят, вокруг нее, делилась Светлана. Известно, что у Варвары есть няня, которая заботится о ней с детства. За эти годы она стала для девушки второй мамой. Несколько лет назад Светлана упоминала, что Варя живет в доме отца. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей, говорила модель. Три года назад молодая жена Федора Бондарчука, Паулина Андреева, родила ему сына Ивана. Светлана Бондарчук также недавно стала матерью. Летом 2023 года у нее и у ее мужа Сергея Харченко появился сын Петр. Малыша выносила и родила суррогатная мать. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.